Туберкулез Туберкулез самая древняя из известных человечеству инфекций. На протяжении своей многотысячелетней истории туберкулез считался совершенным излечимым болезнью, которая рано или поздно закончится смертью и естественно наводил ужас и на медиков и на немедиков. С другой стороны, очень хорошо известно, что туберкулезные микобактерии феноменально устойчивы во внешней среде. В учебниках по микробиологии можно найти данные о многомесячном выживании патогенных микобактерий в пыли, в воде, на страницах книг, на поверхности денежных знаков, продуктах питания. Эти два факта вызвали такое несколько паническое отношение и медицинского, и немедицинского сообщества к инфекции как таковой и некоторые переоценки определенных путей ее передачи. Итак, рассмотрим разные возможности заразиться туберкулезом. Практически никто не подвергает сомнению, никто из исследователей, я имею в виду, что главным путем заражения туберкулеза является аэрогенный путь. Более 95% случаев заражения реализуются таким образом. Как это происходит? Источником инфекции практически всегда является больной туберкулезом легкий, у которого имеется распад легочной ткани, который при кашле выделяет мельчайшие частички слизь в воздух окружающего помещения. При условии, что это помещение закрыто, при пребывании такого больного в течение нескольких часов концентрация мекобактерий является значительной. При высыхании объем частичек слизи резко уменьшается, как правило, они даже меньше, чем диаметр мекобактерий. Но при этом мекобактерии остаются патогенными внутри. Такие сухие мелкие взвешенные частицы могут находиться в воздухе до 24 часов после того, как человек покинул помещение. Конечно, при условии, что дышление воздуха отсутствует. Восприимчивый человек, попав в это помещение, вдыхает зараженный воздух. При этом, чем меньше частички, тем глубже они проникают в дыхательные пути, а самые мелкие достигают альвеум, где, собственно, и внедряются. Таким образом, заразиться туберкулезом, аэрогенным путем можно, попав в помещение, которое больной покинул много часов назад, даже не встречаясь с ним. На втором месте по чистоте старые учебники ставят алиментарный путь заражения. Когда это может произойти? Доказано, что алиментарный путь заражения чаще всего реализуется в тех населенных пунктах, в тех сообществах, где принято употреблять в пищу сырое молоко и молочные продукты. К туберкулезу восприимчив крупный рогатый скот, в этом случае чаще всего поражается вымя, поэтому молоко таких животных содержит большие концентрации мегабактерий. Однако, кислотоустойчивость мегабактерий позволяет им проходить изгулочный кишечный тракт, и только небольшая часть внедряется в лимфатические узлы глоточного лимфатического кольца или в мезотериальных лимфатических узлов. Как доказать алиментарный путь заражения? Существуют два основных непрямых способа доказательств. Во-первых, это характерная клиническая картина поражения лимфатических узлов шеи или брюшной полости. Во-вторых, мы знаем, что для человека патогенные три вида мегабактерий. Подавляющее большинство случаев вызывают мегабактерии человеческого типа, мегабактериум туберкулезис. Рефы встречаются в мегабактерии бычьего типа, мегабактерии боевиз, и мегабактерии африканского типа. В последние годы мегабактерии боевиз практически не выделяются у больных туберкулезом. Это и не удивительно. Современное урбанизированное население Украины все рефы и рефы употребляют свежие молочные продукты. Часто люди никогда их не пробовали или просто не любят. Эта привычка постепенно уходит из культуры. Теоретически можно себе представить, что элементарный путь за рафинией реализуется еще в двух случаях. Когда больной туберкулезом готовит или продает готовые продукты питания. Можно себе представить, что определенное количество мегабактерий с выдыхаемым воздухом попадает на эти продукты, которые потом проглатываются потребителем. однако доказано, что для заражения элементарным путем необходимо в 10 раз большая концентрация мегабактерий, чем для заражения аэрогенным путем. Такую концентрацию создать путем выдыхания воздуха на продукты просто невозможно. Примерно то же самое касается и пользованием общей посуды с поднимутой туберкулезом. В ротовой полости не создается высокая концентрация мегабактерий, за исключением тех редких случаев, когда у больного параффины туберкулезом гортань или слизистая ротовой полость. Однако и в этом случае высокой концентрации на посуде не бывает. Это, конечно, не аргумент в пользу того, чтобы пользоваться общей посудой с разными людьми. Таким образом передается очень много разных инфекций от герпеса и хеликобактер пилори до гепатита. Но о туберкулезе в этом случае речи не идет. Следующий возможный, теоретически возможный путь заражения это контактный путь. При попадании на неповрежденные слизистые или поврежденную кожу культуры мегабактерий такое заражение действительно возможно. Такие случаи описаны у людей, профессионально занимающиеся ведением случаев туберкулеза. Лаборантов, ветеринаров, патологоанатомов, хирургов. Однако в этом случае туберкулез характеризуется очень ограниченными кожными поражениями, которые имеют достаточно характерную клиническую картину. В целом надо сказать, что туберкулез кожи регистрируется в Украине менее чем в одном проценте случаев. И наконец четвертым, теоретически упоминаемым путем передачи туберкулеза является вертикальный путь передачи передачи туберкулеза от больной туберкулезом матери плоду во время беременности. Общим местом является утверждение, что больная туберкулезом мать может выносить и родить не только здорового, но даже неинфицированного ребенка. Конечно, создается риск аэрогенной передачи во время родов или кормления грудью, но это уже совершенно другая история. Нормальная здоровая плацента является надежным барьером против инфекции и во всяком случае практически исключает проникновение такой крупной бактерии, какой является микобактерия. В редких случаях при повышении планицаемости плаценты, а это бывает при патологии беременности, при генерализованном туберкулезе у матери или при сочетании туберкулеза и ВИЧ-инфекции, поражение плода все-таки возможно. К сожалению, плод практически на всех этапах своего развития оказывается совершенно беззащитным перед инфекцией. У него просто не развит это иммунологические механизмы защиты и практически всегда это заканчивается внутриутробной или ранней постнатальной гибели. Таким образом, вертикальные случаи передачи туберкулеза, а в истории таких случаев описано не больше двухсот, если не брать во внимание случаи, связанные с ВИЧ-инфекцией, нельзя рассматривать как эпидемиологически значимые. Безусловно, выявление, лечение туберкулеза у матери это лучший способ предотвращения детской смертности. Однако, противоэпидемические мероприятия в этом случае являетли вместо. Таким образом, получается, что главным и практически единственным путем передачи туберкулеза, который имеет эпидемиологическое значение, является аэрогенный путь. Когда говорят о разных путях передачи туберкулеза, это когда медики и немедики пытаются применять какие-то воздействия на другие пути передачи туберкулеза, чаще всего это приводит просто к распылению внимания и к недооценке такого важного пути передачи, как аэроген. В частности, мировая практика говорит, что лучшим методом инфекционного контроля является предотвращение создания критической концентрации микроорганизма в закрытых помещениях. И не следует распылять ресурсы, силы и внимание на какую-то дополнительную по сравнению с общими обработку посуды, поверхности и контактные какие-то методы дезинфекции применять. В разделе о инфекционном контроле мы будем говорить на эту тему подробнее.